Русский с китайцем, братья навек. Это песня 1949 года, тогда СССР первым установил дипломатические отношения с только что образованной Китайской Народной Республикой. 75 лет спустя. Новая история. На новом этапе. Ближе, чем китайцы для российской пропаганды, разве что северокорейцы. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Узнаете? Именно эта мелодия сейчас здесь звучит на площади Кинерсена. Великая дружба с Китаем и Северной Кореей возвращается. Крепкая советская любовь к восточным диктаторским режимам, от которой, как от страшного сна, так старались избавиться в последние десятилетия, теперь новая реальность России. Их, Путина, Ким Чен Ина, Си Цинь Пиня и к ним присоединившегося духовного руководства Ирана «Священная война против Запада» в разгаре. Американскую разведку поражают темпы сближения Москвы с Пхеньяном, Пекином и Тегераном. Здесь не нужно заниматься ни электронной разведкой, ни агентурной для того, чтобы понимать, к чему идет дело и на какой она стадии находится. А дело, благодаря Путину и его восточным друзьям, идет к Третьей мировой. Практически сразу после Петербургского международного экономического форума, который кремлевский тиран выбрал площадкой для ядерного запугивания Запада, Путин под радостные визги пропаганды направился в Северную Корею, чей статус изгоя подтверждает хотя бы тот факт, что в свое время даже Россия ввела против нее санкции. Диктору северокорейского ТВ Ли Чхунг Хи в июле исполнится 81. 12 лет назад ушла на пенсию, но теперь ее вернули специально, чтобы провести полуторачасовой эфир. Исторический визит Владимира Путина. Это цитата. Ни один советский руководитель за все десятилетия дружбы и сотрудничества не приезжал в Северную Корею. Зато визит Путина в Пхеньян уже второй за его четвертьвековое правление. Через пару минут улыбка, что называется, практически не сходит с лица. Впервые за последние 24 года Владимир Путин снова в КНДР. Первое рукопожатие с Ким Чен Ином. Мы вместе с вами дальше будем следить за каждым этапом этого, безусловно, важного и захватывающего визита. У мотоциклистов даже движение рук синхронное. Три часа ночи, но в каждом огне каждого жилого дома горит свет, вообще нет темных квартир. Судя по всему, жителям поступило особое распоряжение от местных властей. И так тоже встречать российского лидера. Вот так выглядит Северная Корея по сравнению с Южной ночью из космоса в обычное время. Местные живут в условиях постоянного отключения электричества. Но все изменилось с приездом Путина. И эта разнарядка людям сидеть ночью при свете ламп не единственная прелесть тоталитарного режима Кимов. Для многих наблюдателей с постсоветского пространства эстетика этого визита напомнила хронику советского телевидения. Гигантские портреты двух вождей, парад с солдатами и размахивающими флажками детьми. Как сгоняют людей на массовые мероприятия, ярко показывает вот это видео юного путинского пропагандиста Зарубина. Тысяча людей, но полная тишина. И вот, как по команде, наступает праздник. Послушайте, пожалуйста, какой музыкой встречает сейчас Пхеньян Владимира Путина Ким Чен Ын. Вот по такую музыку и проходит начало церемонии официальной встречи. Посмотрите сюда, пожалуйста. На секундочку оторвемся. Здесь нужно посмотреть на реакцию людей. Крупные планы. Давай покажем, пожалуйста. Раболепие, граничащее с абсурдом повсюду. То, что люди и их права в этой стране ничего не значат, видно с первого взгляда. Население страны для заигравшегося в стрелялки режима Кимов всего лишь обслуживающий персонал их военных амбиций. Львиная доля промышленности, голодающей Северной Кореи, сосредоточена на производстве военной техники. В частности, снарядов. Ведь это самый простой способ уничтожить Сеул, расположенный всего лишь в 70 километрах от северокорейской границы. Я не думал, что есть место, и более того, не в демилитаризованной зоне, а совсем рядом с Сеулом, куда можно приехать и увидеть Северную Корею. Да, ну вот Северная Корея, да. Это Северная Корея. Корея Северная, да. Ну это же очень близко к Сеулу. Ну вообще Сеул располагается точно на границе. Когда я иногда говорю, что на северных окраинах Сеула сосредоточена самая мощная в мире отелерийская группировка, но не южная, а северокорейская, люди думают, что это преувеличение. Это не преувеличение. Окраины Сеула, они вот буквально размазаны по границе. Путину кровь из носа нужны снаряды, чтобы убивать украинцев, а Северная Корея это фактически бездонная оружейная лавка, которая десятилетиями накапливала вооружение. Личный состав северокорейской армии больше, чем весь личный состав армии России. А вместе с резервистами армия КНДР вообще на первом месте в мире. Ее численность составляет более 7,5 миллионов человек. Северная Корея существует в режиме формально непрекращающейся войны с южным соседом и тотальной мобилизацией. И фактически каждый третий житель Северной Кореи может в любой момент быть призван. За малейшее непослушание, в лучшем случае увольнение с работы, в худшем трудовые лагеря или смерть как предателя родины. Поэтому демонстрация верности вождю здесь синоним выживания. Ну только представьте, мы выяснили, что сейчас кортеж проезжает, проедет 30 километров. Так вот, я не знаю, конечно, видимо все жители Пхеньяна сегодня здесь собрались. Но вот просто повсюду люди на протяжении 30 километров с обеих сторон движения стоят люди. По итогам визита Путин, который напал на Украину, и Ким Чен Ын, который терроризирует все свободные страны Тихоокеанского региона, договорились о взаимной помощи в случае агрессии. Это произошло сразу после того, как западные государства разрешили Киеву бить их оружием по военным объектам на российской территории вблизи украинской границы. Пропаганда тут же кинулась называть действия запада агрессией и интересоваться у Путина. Когда к войне с Украиной присоединятся Северная Корея и другие мировые изгои? По поводу поводов оказания взаимной военной помощи. Там же написано, в случае агрессии, военной агрессии. А применение западного дальнобойного оружия можно считать актом агрессии? Обстрелы Белгорода и вообще российской территории можно считать актом агрессии? Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому, мы это анализируем. Ведь о чем идет речь в данном случае, что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Ну, я вот и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Вот западники поставляют оружие Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем, и не важно, как они применяются. Ну, и мы также можем сказать, вот мы поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем. И пускай они думают на эту тему. Западная пресса назвала этот визит Путина союзом двух отморозков, готовых на ядерный шантаж. Из-за ядерных угроз Пхеньяна в Северную Корею предпочитает не ездить даже китайское руководство, давний партнер Кимов. И это несмотря на то, что отчасти благодаря Пекину их режиму удалось удержаться на плаву после развала СССР. 90% северокорейской внешней торговли осуществляется именно с Китаем. России еще не удалось достичь с поднебесной таких высот, но курс на зависимость от Пекина уже взят. Именно поэтому сразу после инаугурации Путин поспешил к еще одному своему восточному другу Си Циньпиню, прихватив с собой для значимости всю свою свиту. Первый государственный визит Владимира Путина после инаугурации был, конечно, в Китай. Лидеры двух стран подтвердили общую позицию по урегулированию любых конфликтов в мире только на основе взаимного уважения и соблюдения суверенитета. На словах китайское руководство уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Но чтобы не потерять российский рынок, поддерживает кровавую политику Путина и поставляет в Россию товары двойного назначения, которые потом находят в российском оружии. Так, по словам госсекретаря США Энтони Блинкина, около 90% импортируемой России микроэлектроники поступает из Китая. Вашингтон неоднократно высказывал Пекину претензии по этому поводу, что он помогает Кремлю оккупировать Украину и обходить западные санкции. По словам Блинкина, США не наблюдали передачу Китаем реального вооружения России для его применения в Украине, в отличие от Северной Кореи или Ирана. Однако Пекин оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе Российской Федерации. Для изгуя Путина крайне важно было подчеркнуть свой статус так называемого международного лидера, именно после псевдопереизбрания в пятый раз. А Китай остался единственной ведущей мировой державой, где кремлевского тирана гарантированно ждал теплый прием, а не ордер на арест, выписанный в ГААГе по обвинению в военных преступлениях в Украине. Поэтому в российской делегации оказалась чуть ли не вся верхушка страны, сразу шесть вице-премьеров, всеключевые министры, два десятка губернаторов, главы госбанков и госкомпаний. Российская делегация хоть и гостевая, но своим составом превосходит даже хозяев этой встречи. А значит, впереди много тем для обсуждения, но сначала церемониал, гремят пушки и звучат гимны двух стран. Главное, что объединяет руководителей России и Китая, не любовь к Западу. Но с большой оговоркой. Путин считает цивилизованные страны абсолютным злом. Поехать туда для него равносильно явке военного преступника с повинной. Тогда как Си Циньпинь относится к США и Европе как к равноправным и богатым партнерам, а к России как к сырьевому придатку, который на крючке у Китая, так как полностью зависит от поставок китайских товаров. Дорогой друг, у нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. И это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас в Москве, и в Пекине, курсу на последовательное развитие двухсторонних отношений. Члены делегации подсчитают только за первый день визита в общении председателя Китайской Народной Республики и российского президента слова «мой друг» более 20 раз прозвучат. Уважаемый президент Путин, мой большой друг, мы с вами встречались не менее 40 раз. В новом походе мы намерены, как всегда, быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами. В общем, все как в той песне. После начала полномасштабного вторжения доступ России к богатым западным рынкам, технологиям и кредитам резко сократился. Теперь Кремль аврально ищет аналоги в Китае, но масштабный разворот экономики в условиях войны дается с трудом. Китайцы не хотят делиться с Россией ни технологиями, ни вкладывать деньги в российскую экономику и промышленность, ни создавать там новые рабочие места. После ухода с российского рынка западных производителей легковых автомобилей, по сути, единственной альтернативой российскому автопрому остались китайские корпорации. За 2022 год суммарная выручка семи основных китайских производителей в России выросла на 91%, до 346 миллиардов рублей. По словам Блинкина... На отжатых у Mercedes-Benz и Renault заводах в Москве и Нижнем Новгороде теперь идет крупноузловая сборка китайских москвичей и волк, которые являются практически точной копией продукции таких автопроизводителей из Поднебесной, как Джак и Чанган. Руль пока китайский. Хочется, чтобы руль был российским. Значит, это же не так сложно, как и остальные элементы. Правда? Низвестно. Китайские машины стоят в России в разы дороже, чем у себя на родине. Тем временем Китай покупает российскую нефть со значительной скидкой. Аналогичная ситуация с газом. Газопровод «Сила Сибири-2» из России в Китай никак не начнут строить, свое согласие не дает китайская сторона. Financial Times пишет, что Китай требует от Путина поставок газа по ценам внутреннего рынка России. Такого унизительного ценового диктата не позволяла себе ни одна европейская страна. Сейчас цена на газ в Европе около 350 евро за 1000 кубометров, а в России около 70 евро. Но российский газ на Западе больше не продается, из-за чего «Газпром» стал убыточной компанией. И судя по тому, что его глава Алексей Миллер не попал в путинскую делегацию, а вместо Пекина отправился в Иран, контракт по строительству «Силы Сибири-2» не был подписан и в этот раз. Но похоже, это нисколько не смущает Путина, которого китайцы приветствуют подмосковными вечерами, кормят тихоокеанскими деликатесами и уткой по-пекински. Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня вот такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочек их лежат, я думаю, я съем только один кусок. Ну, понимаете, да? Вот. Но не мог удержаться, съел и второй, понимаете, уже более было вкусно. Насколько Путин и его так называемые высокие технологии неинтересны для СИ, говорит хотя бы тот факт, что еще год назад Китай полностью исключил Россию из проекта совместного широкофюзеляжного пассажирского самолета. Его изначально планировали строить именно с российской стороной. Отсюда и первые две буквы в названии лайнера – CR-929. «Си» означает «China, R – Russia». Но после полномасштабного вторжения Китай, даже не уведомив об этом Россию, поменял партнерство с ней на технологические решения от западных компаний. Во время визита Путина в Поднебесную китайцы интересовали разве что российские наработки в сфере освоения космоса. Хотя и здесь есть нюансы. Но все же деловая часть на виду. В присутствии президентов подписан десяток новых соглашений. Российские корпорации активно сотрудничают с китайцами в космосе. На первых этапах – это исследование Луны автоматическими аппаратами. А сейчас мы детально обсуждаем четвертый этап – это уже экспансия Луны, построение лунной базы. В прошлом году российская миссия «Луна-25» на естественный спутник Земли окончилась полным провалом. Совершая маневры перед началом посадки, лунный аппарат разбился. По словам все того же главы Роскосмоса Юрия Борисова, которого Путин привез в Китай, причиной аварии стала нештатная работа двигателя. Поэтому китайцы готовы сотрудничать с Россией разве что в культурной сфере. И это, кажется, единственное главное достижение визита Путина в Китай. Несмотря на целый гарнизон чиновников, в ходе переговоров не было заключено ни одной крупной экономической сделки. Председатель Китайской Народной Республики вспоминал сегодня популярные советские песни. «Отмосковные вечера», «Катюша». Уже уезжайте. Так мы могли бы еще на неделю задержаться? Я не спрашиваю. Я говорю «Уже уезжайте». «Такое ощущение, что мы что-то забыли». «Подписать соглашение о силе Сибири-2?» «Нет, вы его не забыли. Раз пять мне подсовывали, но я не стал подписывать». «Тогда может соглашение о банковских платежах?» «Тоза не забыли не подписать». Замыкая тройку верных восточных друзей Путина – Иран. Туда кремлевский тиран успел съездить еще в июле 2022-го, через полгода после вторжения в Украину. Если не считать Беларусь, Иран стал второй страной, которая после месяцев сдержанной риторики прямо поддержала российское вторжение. Причем кремлевскими пропагандистскими штампами. «Война – это жестокое тяжелое испытание, и Исламская республика вовсе не рада страданиям обычных людей. Но в случае с Украиной, если бы вы не проявили инициативу, это сделала бы другая сторона и начала бы войну». Тогда же США объявили о том, что Кремль собирается приобрести у Ирана беспилотники «Шахет», которые в конце 2022-го сыграли ключевую роль в энергетическом терроре России против Украины. Эти БПЛА используются для нанесения ударов по энергетическим объектам, гражданской материально-технической инфраструктуре Украины, а также по жилым домам. Удары беспилотниками привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Так, 2 марта 2024-го атака Одессы шахедами привела к частичному разрушению девятиэтажного дома. Был полностью уничтожен один из подъездов на 18 квартир. Тогда в результате удара погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Господь, заспокоюсь я, заспокоюсь я. Это прощание с 31-летней Анной Гайдаржи и ее сыном Тимофеем, которому было всего 4 месяца. 2 марта их убил российский дрон, который врезался в жилую многоэтажку в Одессе. Сергей и Анна сыграли свадьбу 3,5 года назад. Лизочка родилась до войны. Димошечка уже появился во время полномасштабного сражения. Во время атаки шахедами муж Анны Сергей был с дочкой в другой комнате. Это и спасло им жизнь. Сергей укладывал младшую Лизу и уснул в ее комнате. А Анна с Тимофеем остались в спальне, которая от попадания дрона просто рухнула вниз. Мне не верилось, что у нас появилась девочка, ребенок. А сейчас мне не верится, что их больше нету с нами. На официальном уровне и Россия, и Иран отрицают любые обвинения в использовании российскими войсками иранских дронов. Но масштаб этого военного преступления говорит сам за себя. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на февраль этого года, Россия суммарно выпустила по Украине не менее 4,5 тысяч дронов. До марта 2022 Иран был мировым лидером по количеству наложенных санкций. Однако после вторжения в Украину, Россия, по числу физических и юридических лиц, находящихся под международными ограничениями, опередила и Иран, и Северную Корею, и Венесуэлу, и Мьянму, и Кубу вместе взятые. Продолжение следует...